Учился я в Архангельске, в институте лист-техническом, и пропустил какие-то занятия. Ну, пропустил, а в те времена это было что-то, что-нибудь пропустил занятия, наверное. И я когда пришел в институт, ну, мне парень говорит, у меня мать работает в больнице, давай поговорим с ней. Ну, мы пришли к ней, поговорили, она говорит, ребята, сдавайте эту кровь, вам дадут два дня выходных у вас будет, как бы, и 10 рублей, и тогда давали за то, что в человеке сдают кровь. 10 рублей давали, питание, ну, как они говорят, и шоколадку. С удовольствием. Я пошел, сдал кровь, пришел, прогул, я его закрыл, потому что он не остался у меня на отдыхе. Ну, я начал потом как-то сдавать, как бы, тогда и уважение по счету было к донорам, как бы, ставили тройки даже, и вот если уже говорили, что донор, уже преподаватели ставили тройки, там, зачет, не зачет, ну, уже легко это все шло. Ну, как бы, клянился что-ли в эту систему, и пошло-поехало. Она же, это, в мозгах, что ли, в крови, что ли, два месяца проходит, уже, человек уже, он, вот, идет сдавать, его уже автоматико не тянет туда. Конечно, ну, сколько же мне предлагали сдавать кровь за деньги, то есть это плазма ФРС называется. Там кровь берут, сыворотка обратно вливает, но это идет, как бы, продажа крови за деньги. Да, есть люди, которые на плазму тоже хорошо деньги делают, но вот я сдал 125 литров крови, я еще ни разу не сдавал плазму, потому что плазма, это, соответственно, это продажа кровей. А настоящий донор, он никогда не продаст свою кровь, он только сдает. Это у него, это же в подсознании, что ли, в мозгах, такое вот, именно сдавать, но не продавать. И, как говорится, слава Аллаху, сегодня 54 года, мне вот сегодня, в данный день, мне вот, 54 года, я сдаю кровь, сдался 25 литров крови, и чувствую себя прекрасно. Потому что после каждой сдачи крови, любой донор, может, у него успешно, он всегда скажет, что он помолодел лет на 10. Я сдаю кровь, захожу в магазин, покупаю хорошее сухое вино красное, прихожу дома, пью и отдыхаю. А это, в советское время давали еще вот именно вино, чтобы восстановить кровь. Я пью и отдыхаю, но у донора есть, как бы такое, значит, правило, уважающий себя донор, он никогда за неделю до сдачи крови не будет пить даже пиво. Это, 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 как правило, как у саперов. У каждого своя работа. Да, я работаю на стройке и сдаю кровь, потому что я знаю, что моя кровь, она кому-то нужна. Я знаю, что, я думаю, что эти 125 литров крови, это очень много и очень много спасенных людей, жизни человеческих.